Доброе утро, уважаемые телезрители первого городского телеканала. В эфире программа «Новое утро». Вот и подошла эта рабочая неделя к своему логическому завершению. Сегодня пятница, 23 октября. И мы, я, Асель Растангалиева и мой прекрасный соведущий Берик Жексагалиев, сегодня будем подводить итоги уходящей недели. И сразу хотим оговориться, эта неделя последняя с теплыми деньками. Теперь все мы готовимся к холодам. Кстати, по данным сайта ГИСМЕТИО, сегодня в течение дня столбик термометра будет показывать до 4 градусов, а к вечеру обещают осадки в виде дождя и снега. Завтра, кстати, будет такая же погода. Поэтому одевайтесь теплее, друзья. Кстати, сегодняшний эфир будет на тему, как даже в холодное время года выглядеть стильно и модно. К слову, рекомендуем доставать не только шапки, шарфы и перчатки, но и запасаться чаем от наших друзей чай чемпион бета и бейс. Тем более в линейке чая чемпион бета и бейс огромный просто выбор различных вкусов. Есть и черный, и зеленый, и фруктовый, и с добавлением кусочка фруктов, и много-много чего еще. А еще есть к чаю сухие сливки кофита. Но самое главное, если вы сейчас и до 8 января 2021 года будете приобретать чай чемпион в различных супер, гипер и оптомаркетах анвар, вы сможете принять участие в розыгрыше. Розыгрыше автомобиля. Hyundai акцент! Условия розыгрыша, кстати, очень простые. Вам достаточно закупиться в супермаркете анвар на сумму от 3000 тенге. Кстати, в эти 3000 тенге должен входить также чай чемпион. Или же вы можете закупиться в гипермаркете анвар, приобретая товары, но здесь стоимость вашей покупки должна составлять от 10000 тенге, включая любую пачку чая чемпион. Или же в оптомаркете анвар закупаетесь на сумму 20000 тенге, включая любую пачку чемпион. Так, далее совсем простые шаги. Итак, внимание! Получаете у кассира слип и купон участника. Купон, естественно, необходимо заполнить. Дальше прикрепить к нему слип и опустить в куб для сбора купонов. Он будет стоять во всех супермаркетах анвар, в гипермаркете анвар и, конечно же, в оптомаркете анвар. Итак, вторую часть, естественно, вы сохраняете при себе до момента розыгрыша. А вот теперь, внимание! Сейчас берете свои телефоны и в своем календаре указываете, что розыгрыш автомобиля Hyundai Accent будет, кстати, и другие подарки. Это бытовая техника. Розыгрыш состоится 9 января 2021 года в 12.00 на нашем телеканале. В прямом эфире вы сможете стать не просто участником розыгрыша, но и победителем и уехать от нашего медиахолдинга на собственном авто. Вот такие вот новости. Классные новости с утра. Согласен, это очень классные новости, но надо и самим выглядеть стильно и модно. Но, знаешь, когда на улице холодно, немного недостилений на моду, тут как бы не замерзнуть на самом деле. Да, согласна, не только нужен новый автомобиль, но и, конечно же, чтобы вы в этом новом автомобиле были, конечно же, в обновках к новому сезону. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня будем говорить о моде, красоте и стиле. У нас, кстати, очень много гостей для вас припасено, скажем так, будет даже стилист-имиджмейкер, которому ты тоже можешь задать вопрос касаемо мужского стиля. Я обязательно знал вопрос. Потому что девочки-то мы-то любим, конечно, одеваться, я думаю, мальчики сейчас тоже. Особенно зимой выглядит стильно для мужчин это большая проблема. Как принято говорить, у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Но перед этим немного поговорим о датах. Сегодня 23 октября и сегодня отмечается день гаражника. Это праздник гаражей, праздник владельцев гаражей. Также сегодня принято говорить о вине. А почему, мы узнаем из нашей рубрики. 23 октября отмечают Международный день снежного барса. В этот день, в 2013 году в Бишкеке прошел Всемирный форум по сохранению снежного барса. Именно это мероприятие и положило начало новому празднику, отмечаемому с той же поры ежегодно 23 октября. Снежный барс известен иначе как ирбис. Это уникальное животное занесено в Красную книгу по причине своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов. Ареал обитания этого крупного хищного млекопитающего семейства кошачьих – высокогорные районы Центральной Азии. Редкий окрас и ценность меха ирбиса привели к тому, что он стал лакомой целью для браконьеров, готовых рисковать многим ради незаконной охоты за диким зверем. Кроме того, расширение пастбищ и расширение зоны выпаса скота в странах Центральной Азии в зоны высокогорных районов приводит к тому, что естественная среда обитания снежного барса сужается. А в России сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты рекламной сферы. Дело в том, что сегодня День работника рекламы или, по-другому, День рекламщика. Таким образом, сегодня можно поздравить всех составителей рекламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков. Этот праздник отмечается с 1994 года, и за время своего существования он успел стать весомым поводом поговорить о том, какое место в нашей жизни занимает реклама. Все вы помните крылатую фразу «реклама – двигатель торговли», которую Ильф и Петров вложил в уста незабвенного героя 12 стульев Остапа Бендера. А значит, 23 октября – это день творческих людей, которые вносят неоценимый вклад в развитие торговли и, соответственно, экономики страны. Слово «реклама» произошло от латинского и означает «выкрикивать». По свидетельствам культурологов, у древних римлян торжественные процессии, завершающие триумфальные события, включали элементы рекламы – хвалебные речи, демонстрация добытых в сражениях трофеев. В античности политическая реклама по большей части представляла собой восхваляющие надписи, которые высекались на статуях правителей и полководцев. И в Средневековье рекламная конкуренция проявлялась по преимуществу в устной форме – выкрики торговцев, призывы разносчиков и бродячих ремесленников. Сегодня реклама – сложная наука. На продвижение товаров и услуг тратятся огромные суммы денег. Но цель у рекламы осталась та же – выделять товар среди конкурентов, раскручивать его и увеличивать продажи. Начиная с 1991 года, 23 октября, с 06.02 до 18.02 химики отмечают День Моля – праздник, посвященный единице измерения количества вещества в международной системе единиц. Идея его создания появилась после статьи в газете «1980-х годах». 15 мая 1991 года учитель химии из города Висконси Эйлер на ее основе учредил Национальный фонд Дня Моля. Позже химики решили организовать соответствующий праздник. Выбирая дату, они взяли за основу число Авогадра, которое равняется 6,02 на 1023. Именно эти цифры и повлияли на выбор дня и времени. Среди интересных дат стоит отметить – День гаражиста. Нет, это праздник не про гаражи. Оказывается, День гаражиста – это про вино. Как оказалось, этот праздник создан для виноделов любителей и профессионалов. А нам, простым обывателям, остается лишь наслаждаться ароматными плодами их труда. А сейчас внимание! Кто зависим от гаджетов? Дело в том, что сегодня, 23 октября, свой день рождения отмечает iPod. Именно в этот день, в 2001 году, Стив Джобс представил революционное устройство – Player iPod. Белый брусок с необычным навигационным колесом произвел революцию на рынке музыкальных плееров и проложил дорогу Эри портативной электроники в том виде, какой мы ее знаем сейчас. Этот плеер был первым устройством Apple. Он был представлен 16 лет назад и стоил 399 долларов – огромные деньги по тем временам. Устройство получило монохромный дисплей, емкость внутреннего хранилища целых 5 гигабайт, специальный порт и необычное механическое колесо прокрутки. И напоследок еще об одной увлекательной дате. 23 октября считается днем, когда в Европе была сделана первая пластическая операция. Произошло это в 1814 году в Лондоне. Тогда британский хирург Джозеф Карпио провел первую в Европе успешную операцию по аринопластике. Путем хирургического вмешательства пациенту был восстановлен нос, потерянный в результате ранения. Для этого использовалась кожа салба. На протяжении всей истории медицины не было периода, когда бы не практиковались операции по реконструкции внешности человека. В Египте уже во времена изобретения папируса 1600 год до н.э. хирурги заботились об эстетических аспектах своей операции. Можно предположить, что в основу техники операции, описанных в папирусах, легли более древние знания, что дает нам еще более раннюю дату – около 3000 лет до н.э. В Индии в 800 году до н.э. уже могли делать реальные пластические операции по исправлению формы носа, используя для этого кожу салба или щек. В сохранившихся документах целители из Древнего Китая, жившего в V веке до н.э. описывались проведенные им операции на глазах и ушах. Но основа для современной пластической хирургии была заложена в начале XIX века, когда хирурги разработали более совершенные инструменты и методы для преобразования человеческой внешности. Появление и распространение антисептических средств позволило производить пересадку кожи, хрящей и других тканей. Результатом этих достижений стала первая официально зафиксированная в Европе пластическая операция. Доброго, теплого, стильного, уютного и гармоничного утра вам желает наш генеральный спонсор Holding K7 Group, у которых привлекательная программа K7 Auto Trade. Она позволяет обменять транспорт и даже спецтехнику на жилье. Подробности в офисе компании по адресу улица Газизы Рубановой, 13D, офис 14. Также обо всех новостях вы узнаете из их инстаграма k7group.oktube и на официальном сайте abroi-k7.kz и на их YouTube-канале. Да, встретить холода в уютной, теплой квартире от K7 Group – это счастье. А вот стильно оформить квартиру от компании K7 Group – это просто высший пилотаж. Ну а, конечно же, за оформлением и за стилем мы бежим куда? В салон люстр-абажур. Дорогие друзья, здесь не только люстры, исходя из названия. Здесь есть и камины, и обои, есть здесь и мягкая мебель. В общем, абсолютно все для дизайна интерьера. Их легче найти в инстаграм. Страничка очень простая – абажур, нижнее подчеркивание, октубе. А еще есть у них номер телефона 8707-540-5565. Вот такой очень простой и быстро запоминающийся номер телефона. Но знаешь, осель лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому отправляемся в салон люстр-абажур. К тому же у них недавно было новое поступление – целых 11 каталогов обоев. На это нужно посмотреть. Тогда прямо сейчас в абажур. Доброе утро, дорогие друзья! Программа «Новое утро» продолжается. И я сейчас вас приглашаю в салон света интерьера «Абажур». Давайте посмотрим и поговорим о новом поступлении осветительных приборов. В салонах «Абажур» и «Евросвет» вы подберете грамотное освещение для своего дома. Сегодня расскажу, на что стоит обратить внимание. Одним из оптимальных решений освещения дома является сочетание центрального освещения, точечной подсветки декоративного света и светодиодной ленты. Такое освещение будет равномерно освещать пространство, подчеркнет глубину и создаст уютную атмосферу, визуально увеличит пространство. При этом сценарии вы можете комбинировать освещение и использовать все источники сразу, либо по отдельности, тем самым контролируя яркость света. Обращаю ваше внимание на новиночку в салоне света интерьера «Абажур». Это нежная воздушная люстра в благородном золотистом оттенке. Необычность люстр заключается в оригинальном оформлении рожков и основании люстры. Кованые элементы придают шарм, а аккуратные конусообразные абажуры выполнены из тонкой органзы. Такая люстра прекрасно впишется в интерьер в стиле классика или неоклассика. Эта люстра немецкого бренда «Фаворит» в классическом стиле будет отлично смотреться в спальне, в гостиной над обеденным столом в кухне. Обратите внимание на такую люстру. Она выполнена в популярном в этом сезоне оттенке матовое золото. Сама модель украшена декоративным элементом в виде кристаллов-крусталя с точенными гранями. На концах витиеватых деталей в основании люстры и рожков. Завершает этот великолепный дизайн текстильный абажур приятного светло-бежевого оттенка. Люстра прекрасно впишется в классический, а также современный дизайн. Эта модель регулируется по высоте и поддерживает подключение диммера. Одним из главных элементов освещения является принцип композиционного построения интерьера, главное второстепенное и акценты, подыгрывающие главному. Выделите композиционную доминанту интерьера посредством света. Это могут быть как накладные поворотные светильники, подчеркивающие форму, либо просто бра по бокам. Все эти эффекты отвлекут от изъянов неправильной конфигурации помещения низких потолков. Акцентируйте внимание на важном и лучшем, что есть в комнате, посредством освещения. Выбрать качественное и красивое освещение вы можете в салоне света интерьера абажур, а также в салоне света Евросвет. Дорогие друзья, новое утро продолжается. Оставайтесь с нами, а я от всей души желаю тепла и уюта вашему дому. Пока-пока! Становитесь стройнее вместе с зеленым чаем Beta T-Fusion. Доказано, что зеленый чай способствует похудения. Выпивая одну-две чашки зеленого чая по утрам, вы стройнеете быстрее. Вкусно, полезно, легко. Зеленый чай Beta T-Fusion – ключ к вашей стройности. Сейчас посмотрела репортаж и, конечно, нужно обладать идеальным зрением для того, чтобы увидеть идеальный рисунок на обоях. Отлично. Ну, а такое великолепие красок и света. Но что касается зимой, тоже нужно уметь подбирать очки и свой внешний лук. Поэтому за этим, за стилем, за стильными очками я советую тебе обратиться в Эксперт Оптика. Не зря я сразу же одела очки для того, чтобы продемонстрировать и тебе, и нашим телезрителям, что я уже побывала в Эксперт Оптике, и, конечно же, подобрала вот такую прекрасную оптику. Продавцы помогли мне, естественно, с оправой, потому что не каждая оправа подходит мне. Я думаю, в принципе, с таким выбором у каждого. Не знаю, как телезрители оценят мой стиль, идеально ли подходит под платьишко. Что скажет мужчина? Я могу сказать, что взгляни на мир с любовью вместе с Эксперт Оптика. Продолжение следует... Эксперт Оптика, дорогие телезрители! Конечно же, здесь сразу же могут проверить ваше зрение на высокоточном оборудовании. Прием ведет врач-офтальмолог-контактолог. Единственное, здесь огромный выбор оправ, как я уже говорила, и, конечно же, вам придется обратиться за помощью к менеджерам. Ну а продавцы-консультанты уделяют внимание каждому, и их рекомендации как нельзя кстати. А опытные мастера изготовят вот такие вот очки всего за 30 минут. Сегодня говорим о моде и красоте, и хотелось бы вспомнить цитату великого Ивсен Лорана. Мода не просто делает женщин красивыми, она дает им уверенность в себе. Мне кажется, сейчас такое время, что и мужчинам стоит внимательнее обращаться к своему внешнему виду. Именно вопросы стиля мы сегодня зададим нашим гостям. Гость появится буквально через несколько минут после рекламного блока. Становитесь стройнее вместе с зеленым чаем Beta T-Fusion. Доказано, что зеленый чай способствует похудению. Выпивая одну-две чашки зеленого чая по утрам, вы стройнеете быстрее. Вкусно, полезно, легко. Зеленый чай Beta T-Fusion – ключ к вашей стройности. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем утренний эфир, и мы уже готовы угостить ароматным чаем нашего первого гостя. А чай у нас чемпион Beta и Base. Итак, встречайте у нас сегодня в студии Жанна Ибрагим. Имидж-стилист, член сообщества стилистов Азии Stay Style Session. Стилист года 2020. Мне кажется, последняя регалия, она самая крутая. Доброе утро, Жанна. Здравствуйте. Жанна, из всех регалий какая самая крутая? Стилист года? Наверное, да. В этом году хорошая новость. Да, это была суперская новость. Это было ожидаемо, но неожидаемо. Да. Жанна, вот сегодня тема эфира нашего звучит «Что модно носить этим сезоном?» И, в принципе, мы с Бериком уже говорили по этой тематике, но, тем не менее, все-таки хотели бы спросить у вас. Как у профессионала? Смотрите, что модно носить, по сути, можно посмотреть в интернете. Да, здесь везде есть Google, например, есть приложение Pinterest, где раскроется, что модно, что трендово, что нетрендово. Но сейчас такое время, я, по сути, да, я вношу тренды, современность, но я больше, наверное, склоняюсь к персональному стилю, к индивидуальному стилю. То есть у каждого человека должен быть свой индивидуальный стиль. Он есть, но в силу того времени, в силу Советского Союза, каких-то психологических зажимов, люди многие не знают его. И зачастую это идет внутреннее «я», которое самоображается через одежду, через персональный стиль, где ему будет комфортно. Вот особенно, мне кажется, вот эта черта есть у подростков, когда они сейчас перекрашивают цвет волос, розовые, красные оттенки и так далее. Вот, смотрите, касательно подростков, да, здесь определенно существует возрастной имидж, где подросткам в силу молодости все, да, это смотрится гармонично. Ну, к примеру, Асель, давайте мы вас перекрасим в розовый цвет, наденем мини-юбку или что-нибудь, да, какую-нибудь корейскую поп-культуру. То здесь уже гармонии нет. Здесь нужно еще отталкиваться от возрастного имиджа, потому что в каждом возрастном имидже есть свой персональный стиль и есть свои особенности. Жанна, а никак совсем не подойдет? То есть, если мне сменить прическу, если по одежде немного подкрасить, чтобы я выглядела чуть моложе, все равно никаким образом. То есть, именно подбирается под человека и возраст, конечно, имеет значение. Моложе можно выглядеть с помощью правильных цветов, отталкиваясь от вашей цветовой палитры. Портретная зона должна быть именно ваших оттенков. Тогда здесь появляется лифтинг-эффект, эффект невидимого макияжа, например. Вот такие вот секреты есть. И бывали случаи, когда вы выйдете просто в старые футболки домашние, да, и вам скажут, что «Вау, ты так шикарно выглядишь!» Думаешь, что это было? И эта футболка стала любимой. Жанна, как оказалось, что вы стали стилистом? Почему? Это была детская такая мечта или же какое-то веяние, или что сподвигло вас сделать? Наверное, это было хобби либо увлечение, и это дело всей вашей жизни сейчас. Да, знаете, скорее всего, это, наверное, как говорят, там, художник-самородок. Да, я от рождения, я визуал. И мне всегда с легкостью. Я никогда, покупая себе вещи или кому-то, я никогда не мерила. Я конкретно знала, что подойдет. И сейчас, делая с клиентами шоппинг, провожу, я уже знаю, что ему подойдет. То есть, если он начинает говорить, нет, я не хочу, мне не надо, я говорю, вы наденьте, и мы увидим, что с вами будет. Вот. И здесь, в силу того, что с молодости я начинала с этой профессии, тогда еще я работала в суперкрутом магазине, женском, мужском, итальянском. И там были такие клиенты, получается, ну, элита, можно сказать, актюбинская. И здесь я уже начала делать первые свои стилистические приемы, когда я начала раскрываться, и шли продажи. Шли продажи, 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 и я потом пошла отрабатывать свой диплом бухгалтера. Так. Отработав 10 лет диплом бухгалтера, я решила вернуться на это поприще, потому что это здесь, я могу сказать, профессионал. Просто достаточно было просто закрепить это теоретически. Да, вот такая вот история интересная. Мы вот немного вперед забежали. В каких именно сферах требуется ваша помощь, и как выглядит вообще портрет вашего потенциального клиента? В каких сферах сейчас, вот в том, что, смотрите, сейчас карантин, сейчас особенно требуется. Почему? Потому что, чтобы доказать свой профессионализм, нужно показать отвертку свою. То есть, даже все, да, мы сейчас смотрим по инстаграму. Мы не смотрим объявления, мы не ищем по сарафанному радио. Мы достаточно открываем свой инстаграм, и мы считываем своего потенциального, кого мы ищем, по визуалу. И здесь, когда каждый становится фрилансером, создает свой личный бренд, это важный аспект, чтобы обратиться к стилисту. А что самое сложное? Вот вы говорите, в принципе, вы проводите, получается, встречи, вместе с клиентом проходите по магазинам, по бутикам. Я консультирую, прежде всего, да, я консультирую клиента. Мне нужно узнать, кто он, вытащить его внутренние психологические зажимы, его запрос, да, запрос клиента. Потому что, как-никак, 5% это, что мы, как мы говорим, 40% и что мы говорим, и 55% как мы выглядим. То есть, как ни суди, но встречают по одежке. Вот в этом плане, говорят обычно, 99%, да, я так понимаю, информацию считывают с человека. Конечно. На собеседование особенно это очень четко и ярко, поэтому... Есть запрос, например, человеку нужно подняться по карьерной лестнице, но он приходит ко мне в трикотажной кофте и в джинсах, и он ходит как всегда. Честно, я, будучи даже директором, я не подниму его, потому что здесь лицо компании уже нет такого слова. Сейчас каждая профессиональная единица должна быть лицом компании. Каждая. Вот это действительно работает? Вот для наших телезрителей мы хотели бы все-таки еще раз, чтобы вы повторили, неужели это действительно работает? Вы знаете, это работает, это работает. Вот представьте даже девушка, женщина, когда вы делаете маникюр, как вы выходите из салона? Привет! Вся вот так. Я представьте, как она... То есть, я хочу продемонстрировать, что я сделала свежий маникюр, да? Она хочет показать. То есть, вы выходите какая-то окрыленная. Мы даже, когда подстригаем кончики волос, мы снимаем этот негатив с себя. После человека, после стилиста, мои клиенты лично, они просто довольные. Для них какие-то открываются инсайты. Да? То есть, на каждого человека свой стилист. Нет такой конкуренции между стилистами. У меня свои клиенты. Мои клиенты такие же, как и я, например. Есть другие стилисты, к ним идут другие люди. Поэтому здесь важно понимать, какой запрос у клиента. В зависимости от того, что он хочет. То есть, он объясняет и озвучивает, что у него. Идет ли он по карьерной листнице? Мне девочки замуж выходили. Да, даже так. Поднимались по карьерной лестнице. Запросы разные. Кто-то просто хочет выглядеть шикарно. У кого-то возрастной смены идет возрастного имиджа, и он остался в архетипе. Ему надо переходить в архетип наставницы, а он до сих пор живет в архетипе, например, бунтаря. И ему здесь негармонично. Он понимает, что-то не так. И его не воспринимают как наставника. Да, конечно, его не воспримут. А как вот в этом плане рекомендую и советую все-таки держать такую вот корректность, скажем так. Вот как либо сказать резко, либо все-таки корректно объяснить человеку. Потому что бывает, что все мы знаем слово масс-маркет, да, сейчас, к примеру, зашли в сезон джинсы слоучи. Но не всем они идут. Но как объяснить, что у тебя нижняя часть, она больше, чем нужна. Не подойдут сюда. Вы знаете, это хорошо, что кто-то слоучи ищет. Мои клиенты только со скини вылазят. То есть до сих пор еще скини пока. Да, понимаете, до сих пор эти скини. И когда я хожу по бутикам, я говорю, боже мой, дайте мне хотя бы мамсы. Только-только сейчас клиенты просто идут на свободный крой. Потому что все, что облегает, это значит худит. Это все миф. Да, но, может быть, другие хотят подчеркнуть свою фигуру. Ну, смотрите, чтобы подчеркнуть свою фигуру, надо знать свои достоинства фигуры. Если у нас тонкая талия, безусловно, мы подчеркиваем талию. Если у нас красивое декольте, мы открываем свое декольте. Мы делаем акцент там, где вам нравится своя часть тела. Ваша часть тела. Надо записывать за стилистом. Не зря я сейчас ручкой пытаюсь что-то записать, черкнуть. Я думаю, телезрителям это будет очень интересно. С утра узнать это. Плюс у нас впереди выходные. И поехать. Да, можно в субботу, например, шопинг. Потому что в воскресенье все торговые дома закрыты. К слову, да. Но зато суббота пройдет продуктивно, с такими-то знаниями с самого утра. Да. Жанна, сегодня, раз мы говорим о моде, естественно, стиле и красоте, я на вашей страничке в Инстаграм видела, как вы орудуете инструментами. Вот что это за инструменты? Каким образом вы все это подбираете? То есть вы измеряете обхват шеи, да, наверное? Моя консультация длится два часа. И там идет шесть шагов. Первый шаг – это мы идет интервью с клиентом, где мы находим его возрастной имидж. То есть, допустим, он обратился ко мне, мы находим его точку А. И до какой точки Б хочет он дойти? Я начинаю искать. Я начинаю тестировать на внутренний комфортный стиль. Какой он, да? То есть это психотип, в каком он архетипе живет. А с помощью тестов компьютерных моих, которые мы разработали, следующий шаг – это его сезонный метод цветотипирования. То есть каждый человек, каждый, каждого нет такого, что вот вы осель, у вас один метод, вы одного сезонного, там есть дирекционные методы, там три этапа, есть контрастные. Температура, контрастность и насыщенность. И какие вам цвета подходят. Бывает, что вы, например, наденете они свой цвет, и вам скажут, что-то ты болеешь, что ли. Что-то не то. Что-то не то с тобой. Но когда вы в своих правильных цветах, там уже не надо смотреть на фасон. Там уже мы в первую очередь смотрим на цвет. Потом уже на фасон, на тренды, на базовость вещей. Но вот этот цвет, он в каждый сезон подбирается для каждого человека. Нет, для каждого человека. Просто есть свои цвета. Да, например, вот как бы это банально не звучало, наверное, люди знают, да, что есть категория зима, осень, весна и лето. Верно. То есть температура. Холодные оттенки и так далее. Холодные оттенки, да. Кому-то насыщенные, кому-то припыленные оттенки подходят. В зависимости от внешности. Следующий этап у нас идет замер фигуры. То есть я замеряю фигуры, и по своим алгоритмам я выявляю тип фигуры. То есть по типу фигуры, их тоже существует 4 основные. И где нуждается фигура в коррекции? С помощью одежды, правильной линии, принтов, фактуры мы можем просто скорректировать. То есть похудеть без спорта, вытянуться, не вырастив, например, удлинить свои ноги визуально. Потому что у каждого человека есть зараза третий глаз, который посмотрит, вроде нормально все, но пойдет и скажет, что-то в ней не так. Или скажет, слушай, она сегодня так хорошо выглядит. И вот этот третий глаз стилисты могут обманывать с помощью стилистических приемов. Да, это непросто. И шестой этап, и психология цвета я рассказываю, потому что психология цвета зависит, куда вы идете, как кто вы идете, с кем вы идете и зачем вы идете. Это такой лайфхак, когда открываешь гардероб и задаешь, куда ты идешь и задаешь себе четыре вопроса. И от них можно отталкиваться и составлять свой гардероб. И шестой шаг – это замер формы лица. А замер, зная свою форму лица, можно опять-таки скорректировать с помощью прически, с помощью макияжа, правильной стрижки и приблизить лицо к идеалу. А идеальное лицо у нас – овал. Как клиенты реагируют, когда они меняются? Конечно, понятное дело – вау. Ну, смотрите… Или долго привыкают? Нет, привыкают они недолго, конечно. Прежде чем… Мои клиенты лично, прежде чем обратиться к стилисту, они изучают по интернету стилистику. Но все равно по интернету там разные методы. Одно дело – теория, другое дело – практика. Конечно, одна – практика. И они уже приходят готовые. То есть ко мне не приходит человек, ой, к вам пришла Маша, я тоже хочу, мне это тоже надо. Ко мне приходит осознанность, с осознанным запросом. Вот, кстати, о нескольких клиентах можно ли рассказать без именной фамилии? Просто сфера деятельности. Интересно, какая сфера деятельности приходит? Это банкиры, либо это предприниматели, либо это чиновники? Потому что у каждого, конечно, свои задачи, но тем не менее. В основном это приходят коммерсанты, бизнесмены. Да, бизнесмены, где нужно выглядеть, чтобы считывали их статус. Это есть девушки, которые хотят выйти замуж и не могут понять, в чем проблема. Почему они вроде бы симпатичные, хорошие, красивые, уже самодостаточные, но у них что-то не получается. И здесь даже бывает, что просто дело в одежде. Когда мы приходим домой на разбор гардероба, и я выкидываю все ее коротенькие платья, она говорит, как, а как же быть сексуальной? Это мое любимое платье. Я говорю, секс не там, где коротко, секс там, где не видно, там, где прикрыто. Там, где есть загадка. Да, там, где есть загадка. Либо, допустим, фриланс. В основном это фриланс, которым нужно создать красивую картинку, красивый визуал. Верик, я клиент Жанны. Я постепенно вот так становлюсь клиентом Жанны, слушая ее. Я понимаю, слушая ее методы как-то, она именно продает свои услуги максимально правильно. Ну, я забегаю вперед, наверное, спрошу, как мужчина. Вот к вам приходят мужчины. Наверное, режете девушки. Что они чаще всего хотят изменить в своей внешности, или же с какой целью они к вам приходят? Есть ли мужчины, да? С мужчинами просто, да. Их мало, потому что, как правило, у мужчин свои стилисты, это их вторые половинки. Но есть мужчины, которые действительно смотрят наперед, да, которые в основном, наверное, часто ездят в Европу и знают. С мужчинами почему проще? Им, они тоже визуалы, им сказали вот это, вот это, вот это. Они не будут как девушка придираться. Ой, у меня здесь худит, у меня здесь помнит. Точно запрос. Какой нужен запрос мужчины? Ему нужно выглядеть так-то, так-то. Ему нужно подписать какой-то договор. Вот. Дело хорошее. У него более четкие цели. Да, с мужчинами гораздо проще. Он не капризный. У меня был клиент, которым я просто пришла, замерила на работе его размер. Пошла, выбрала, укоротила, подрезала, что надо, и привезла. Все, он так оделся и пошел. Он даже не посмотрел в пакет. Слушайте, это идеальный клиент. Просто идеальный клиент. Это шикарный клиент, но их мало, вот их мало. Мы стилисты, вот их у нас тоже мало в городе, но хватает. Мы пытаемся в своем городе раскачать эту стилистику, потому что она нужна. Это не роскошь, как раньше были тоже такие мифы, что стилисты – это только у звезд. Согласна, да. Как будто бы якобы это лишнее, ну не лишнее, а как сказать, это дополнительное то, что да, привнесет изюминку и так далее. Но у людей всегда складывается мнение, что это очень дорого, да, и я не могу позволить. Это не дорого. Во-первых, это очень экономно. Какие здесь бонусы? Ты выглядеть шикарно будешь всегда. Да, плюс, когда общаешься со стилистом, то есть берешь его услуги, ты уже начинаешь, клиент начинает сам учиться. И есть такие клиенты, которые после четвертого раза, они уже сами говорят спасибо. То есть я уже всему их научила. Поэтому они уже сами могут орудовать без меня. А потом, когда они скидывают фотографии или же фотографируются в Инстаграм, и вы видите своих клиентов, наверняка радуетесь за них, что они смогли сами все подобрать, экономят на бюджетном покупке. Просто даже, знаете, еще такая тенденция, что после меня у клиента даже начинает Инстаграм. Просто пришел клиент, запрос, вот мне хочется современности. И смотришь в Инстаграм, и ТикТок пошел, и все пошло, и видео пошли. То есть уже некая платформа уверенности создалась. В первую очередь, внешний вид – это все равно уверенность. А насколько сейчас вот все это актуально? Да, некоторые все-таки боятся. Мужчин мало, но тем не менее они есть, и у них четкие запросы цели и задачи. Девушки поняла, что многие, кто-то хочет выйти замуж и начинает перестраивать свой гардероб. Насколько все-таки это актуально? Это очень актуально, потому что стилист не просто стилист. Вот стилист, например, может участвовать в фотосессии. Организует, вот я организую такой проект, скоро буквально выходные, у меня будут уже клиенты, где будут фото со стилистом. Мы находим ему образы, предоставляем два образа, и клиент в этих образах, то есть будем раскрывать его, раскачивать его контент. Я знаете, почему вопрос задала, насколько это актуально? Мне кажется, сейчас это еще актуально для бутиков, потому что сейчас многие бутики обращаются к стилистам для того, чтобы они собрали их клиентов в этот раз, а во-вторых, организовали вот подобную фотосессию, чтобы показать. Нет, вы знаете, для бутиков актуально то, что сейчас люди продают через Инстаграм. И порой у меня есть онлайн-клиенты, где мне хочется просто оставить деньги в своем городе, а не прибегать к ламоде, к таким. Ну, я такой человек. Я хочу именно, например, с того-то, того-то бутика, но у меня нет, или у клиента нет возможности поехать и примерить. И мы начинаем мониторить просто страницу, страница никакая. Спрашиваешь цену, ответим в директ. В общем, контент никакой. И мы даже разработали с командой такую услугу создания контента для бутиков. То есть это работает. У нас уже три бутика, которые прошли через нас, и мы по сей день работаем. То есть увеличивается клиентская база, продажи, плюс мы своих клиентов вводим туда. Потому что мы уже знаем ассортимент, например, товара, сегмент какой-то. Но, кстати, наши бутики еще не готовы к этому. То есть они, все равно люди на рекламу хотят тратиться по-минимальному. И опять же у них наверняка такое предвзятое отношение, что это дорого на самом деле. Оправдывает. Конечно, это оправдывает. Лучше потратиться на рекламу раз в месяц, при этом сидеть. Стилисты сами все сделают. Ты просто сиди, мы просто доводим продажу до продавца. Если продавец не продал, то это уже не наше. Там уже нужно... Даже говорят, продавцы неблагодарны. У нас действительно продавцов неблагодарная работа. Продавцы – это самая неотъемлемая часть именно в продаже между покупателем и магазином. Продавец. Онлайн часто ли вы сопровождение проводите? Потому что я онлайн-сопровождение Жанны. Да. Я провожу. В основном это у меня с Алматы клиенты у меня свои есть. Из других городов. С Астаны, да. Они вот хотят именно... Они пришли на мою энергию, на мой профессионализм. И хотят именно... Потому что у меня есть другие свои коллеги, когда я хочу их передать туда, они нет. Мы хотим именно вас. И я вот беру их онлайн. А что сложнее, онлайн все-таки или оффлайн? Оффлайн – время, а онлайн – попроще. Смотрите, я как человек... Это же от человека тоже зависит. Я как человек результативный, наверное, я больше люблю оффлайн. Потому что глаз на глаз. Чувствуете энергию? Я чувствую энергию, да. Я могу... А онлайн все равно оно... Эффективности намного меньше. На 30% меньше эффективности. Ну и, соответственно, 30% и дешевле эта услуга. Жанна, вот еще. Все-таки мы сегодня раз уж говорим о моде и красоте. Сезон. Сейчас начинаются холода. Со вчерашнего дня достаточно холодно. И люди сейчас начнут облачаться во все теплое. Открывают свой гардероб, а там все прошлогоднее. То есть можно ли как-то адаптировать для того, чтобы сэкономить? Время сейчас достаточно сложное. Потом сейчас некоторые бутики стараются меньше заказывать, поскольку не знают, закроется ли на карантин город или нет. И плюс еще один такой момент. Нужно ли каждый раз из сезона в сезон что-то приобретать? Или можно как-то все это обыграть в одежде? Ну, смотрите, даже я, как будучи стилист, я все равно каждый сезон себе что-то приобретаю. Ну, это просто радует, можно сказать, душу. Если это кого-то, например, не радует, для кого кто-то не получает эту терапию, то не обязательно. Достаточно. Смотрите, кто-то даже говорит, да, вот у нас, кстати, вот очень много брендоманов у нас в тюбе, да, любят бренды, реплики. Верно. Я своих клиентов прям отучаю от этого. Лучше взять ноунейм вещь, но она будет вещь, чем Дольче Габбана, Прадо, Гуччи. И причем это везде. Но это смотрится дешево. Достаточно иметь просто базу в гардеробе и заменять, докупать какие-то тренды. А тренды у нас могут быть, даже та же бижутерия, даже шляпка, да, то есть уже мы свой внешний вид поменяли. Как-то обыграли и все. Да, то есть как это основывается? Пятно, 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 пятно и яркое пятно. База, база, тренд. А вот в каких расцветках, если необходимо будет что-то купить, ту же куртку, дутую, например, или же плащ, либо пальто, либо шубку, или шубки уже не в моде? Знаете, я вообще себя позиционирую еще как экостюморка, Я против шуб, все, я поняла, вопрос ответа. Я против вот этих шуб, но если человеку хочется, ну сейчас это уже, знаете, не актуально. Эти шубки, сейчас очень много хороших эко-кожи, как еще кожа единорога можно назвать ее, ну эко-кожа. Не кожа зама, а эко-кожа. Опять-таки цвет я своих клиентов стараюсь из черного вытаскивать. Ну зато практично, причем у нас такая... Как практично? На черном же ведь видно все, все замасленное. Как раз-таки все видно на черном, вся пыль. А белое, белое тоже все видно. На остановке сядешь, в общем-то встаешь, весь в пыль и подол. Ну 21 век, у всех стиральные машинки есть, я не знаю. Так все, выход из положения найден. Можно не белое, можно цвета слоновой кости, можно мякоть пудры. Пудра, да. Пудра, да. Мякоть персика. Поэтому много есть нюансов, просто нужно вытаскивать вот этот зажим с того времени, что все черное худит, и все черное практично. Черное – это деловой дресс-код вечерний, напомните. А осень, яркие цвета можно добавлять? Я понимаю, что индивидуально каждому все-таки цвет подбирается. Конечно. Может быть, есть какие-то цвета, о которых можно сказать в целом, что можно. А смотрите, индивидуальные цвета, это не означает, что вот если у вас вы теплого типа, и вам надо все носить теплого, ради бога, носите холодного. Просто в портретной зоне обыгрывайте это своим оттенком. Например, если вы теплый, оденьте тепленький шарфик, тепленькую брошку, чтобы обмануть опять этот третий глаз, и не сказали, вот осень, все это заспал. Что-то было не так у нее сегодня. Да, что-то такая-то вот она сегодня не такая. То есть люди должны обращать внимание на человека, прежде всего, а не так, какое красивое платье. Должен сказать, какое красивое там Маша, например. У вас вот по стилю, есть ли идеальный образ, на который вы ориентируетесь, индивидуальный стиль ваш в целом? Нет, я ни на кого не ориентируюсь. Я не несу каких-то там, каких-то массы блогеров таких, нет. Мне самой нравится. С собой я могу вытворить все, что хочу. Где-то в бунтаря превратиться, где-то там в романтичную девушку. И я спрашиваю у клиентов, конечно, кто у них там, за кем они наблюдают. Таких, чтобы узнать просто их приближенный стиль. Стиль у каждого разный. Поэтому здесь нет такого, что я посмотрю там. Да, мне нравится стиль Виктория Бэхом, но я не одеваюсь так, как Виктория Бэхом. Мне просто нравится ее стиль, да? Да, она живет в своем возрастном имидже, в своем определенном архетипе. И это гармонично смотрится на ней. Если раньше Виктория Бэхом носила вот такие молоденькие, коротенькие, и это было супер, то сейчас вот эта коротенькая уже не зайдет на ней. Правильно? Все верно. И вот напоследок, все-таки, раз мы говорим о стиле моде и красоте, небольшой секрет. Ну вот как можно найти свой стиль или хотя бы приблизиться к своей мечте, определить свой стиль, не обращаясь к стилисту? Потому что, ну, сложно поменять свое мышление и сознание, что это дорого, это нужно время, это нужно найти специалиста и так далее. Наверное, насмотренность. Насмотренность, насмотренность, насмотренность. Или поход к психологу, который снимет все зажимы, и вы после психолога, у меня, кстати, клиенты в основном после психолога приходят ко мне. Даже так? Есть такие, да. Которые просто вот жили-жили, как я когда-то, да, работала-работала бухгалтером, потом сказал, ну его нафиг, мне все надоело. Я хочу работать там, заниматься тем, что нравится мне. И вот такие люди, которые вот работали-работали, ходили вот такой серой массой и решили вот, ну, что-то поменять. А легче всего, уверенность всегда через одежду. Вы знаете, поход к стилисту тоже многие считают лишним и считают, что это затратно и ничего не принесет. Хотя вот так вот мы себя, наверное, узнаем, постигаем, заглядываем внутрь и определяемся, что мы хотим вообще в целом от жизни и от себя. Ну почему-то раз в месяц поход к хэр-стилисту это не затрагивает. Нормальная вещь. Это нормально, хотя хэр-стилисту с покраской, возможно, отдают даже большие, большие деньги, чем стоит моя одна услуга. Услуга стилиста, достаточно один раз получить консультацию стилиста, где вы уже в дальнейшем даже можете сами надеваться. Потому что я расскажу... Услуга не какая-то одна услуга, а вложение в будущее. Конечно, это поход к стилисту, это инвестиция в себя. Любой это знает сейчас, но это знают, наверное, 30% актюбинцев. А можно без психолога сразу же к вам? То есть вы человека приводите в соответствие, и у него меняется, в принципе, все в голове? Конечно. То есть вы еще и так работаете, объясняете все им по полочкам? Потому что стилист – это отчасти психолог. Без этого никак? Без этого никак. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. Я напомню, что сегодня у нас в студии был имидж стилиста, член сообщества стилистов Азии, стайл-сэшн, стилист года 2020, Жанна Ибрагима. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. Сегодня говорим о моде, стиле и красоте, потому что похолодало и хочется, конечно же, утеплиться. А вот во что утеплиться, сегодня как раз и разбираемся. Не переключайте наш канал. Сейчас небольшой рекламный блог, после которого будем встречать следующего гостя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, дорогие телезрители. Мы продолжаем утренний эфир и за чашкой чая, бета, бейс и чемпион. Время летит незаметно и мы встречаем следующих гостей. Итак, у нас сегодня в студии Ардак Баймуратова, женский коуч, нумеровок и Алиса Тлиулиева, дизайнер одежды. Девушки являются основателями и авторами женского клуба Woman Island. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вновь рады приветствовать вас в нашей студии. Ардак была совсем недавно и говорила о том, что планируется мероприятие. Это мероприятие прошло, с чем вас и поздравляем. А сегодня хотели бы узнать, как оно прошло. Спасибо большое, Василия. Конечно, это было классно, круто. Я не могу передать даже словами, потому что было очень много отзывов, которые пришли женщины. Все были довольны, потому что пришли женщины, они ощутили себя звездами, королевами, потому что там была такая фотозона, фотосессия, видеосъемка, показ мод, фуршет. Все-все для того, чтобы женщина получила просто удовольствие от того, что принимает участие в таком благотворительном вечере. И все были довольны. И хочу отметить, все были красивые женщины, красивые, в красивых плотях. И это было очень классно. У меня, честно скажу, я когда пришла после вечеринок, у меня глаза сияли, потому что вот эта вся красота, видишь, видишь. В обыкновенной жизни же мы это как бы пропускаем, а там все такие платья блестящие, длинные и так далее. И тут прямо ты вот этим аурой, энергетикой питались. Это было очень классно и круто. Вот женский клуб, который вы основали, чтобы он был, конечно же, всегда таким, чтобы он вдохновлял женщин, я желаю вам этого. Но мне бы хотелось все-таки еще раз озвучить. Алиса, наверное, к вам вопрос будет, почему решили организовать такой клуб? И почему именно сейчас? Так получилось, что у нас в Сардак оказалась такая одна мечта. Мы очень хотели создать именно островок тематически для женщин, чтобы, допустим, мамочки, которые сидят дома или в декрете, вот-вот только-только, или девушки, которые начинающие бизнес-леди, смогли реализовать свои мечты. Именно вот этот посыл мы хотели принести в этом клубе. И выбрали тематику Голливуд, вот поэтому все были такие очень красивые, с красной дорожкой. В следующий раз мы будем думать насчет тематика, это будет уже другая. И вот так постепенно будем реализовывать мечты. Вот как раз и хотела поинтересоваться, а что планируете в ближайшие либо недели, либо месяцы, какая следующая будет тематика, ну и в целом какие планы на вот этот женский клуб? Ну, у нас встреча произошла только вот вчера. Мы на самом деле ни о чем еще не думали, но последующую встречу, наверное, проведем уже ближе к декабрю месяце. Вот эта вот предновогодняя суета, чтобы праздник, чтобы все было волшебно. К слову, не лишним, думаю, будет сказать, что вечер был не только женский, развлекательный, очень познавательный, образовательный, но также это был вечер благотворительный. Был сбор денег для мальчика. Можете, пожалуйста, сказать, во-первых, сколько денег собрали, была ли достаточная сумма и также какое же все-таки заболевание было у мальчика. И на данный момент какая ситуация вообще с этой благотворительностью? Так, давайте я отвечу. По поводу вот сколько собрали денег, к сожалению, мы еще вот только проснулись, как бы мы нас сюда позвали, мы еще даже не делали как бы отчет, потому что там есть свои расходы, доходы и так далее. Но я не могу даже, сейчас я не хочу озвучивать сумму, но ту сумму, которую собрали от этого, мы отправим маме малыша. Кстати, вчера пришла женщина к нам, Гуляя, ее зовут. Она, оказывается, подруга мамы Асланчика. Она мне сказала, что они уже сейчас находятся в Турции, им очень срочно нужна была операция по пересадке костного мозга. Как я поняла, если быстро я озвучила, правильно то есть озвучила, и они уже готовятся, находятся в Турции. Мы вот сегодня после эфира сейчас с Алисой как бы решили уже закончить это дело, получается, и обязательно, когда приедет мама, с ней встретиться, как бы узнать, как у них дела и так далее. Потому что это все-таки мы сделали акцент на то, что благотворительность, потому что это сейчас необходимо. Сейчас это, как сказать, я сама лично могу сказать, в Инстаграме, когда захожу, да, где-то, везде там помощь требуют и так далее. Я хочу отправить деньги, но я вдруг думаю, это мошенники и так далее. У всех есть на голове такое. Верно. Если это конкретно проверенный человек, чей-то знакомый и так далее, я с радостью отправляю, сколько мне возможно. Говорят, что у казахов есть такое, что 10% от общего дохода надо ежемесячно отправлять. Тогда у тебя и дороги открываются и так далее, да. И вот в таком плане я, этот вопрос как раз мы уже проверяем. У нас есть наш пиар-директор, она проверяет, получается, да, конкретно ли это информация, правильно ли там диагноз и так далее, с этим человеком общается. Потом находит, получается. То есть мы, когда отправляем, мы уверены, что они дойдут именно до цели. Вот в таком плане. Таким образом, получается, могут обратиться к вам, ну, в случае чего, в будущем, да, когда будете планировать следующее мероприятие, благотворительные вечера даже, могут обратиться и пригласить, и рассказать о своей ситуации, да. Но если вдруг кому-то нужна помощь, либо ребенку, либо взрослому, наверное, здесь будет так удобно сказать. Конечно, будем рассматривать, потому что эта идея, как сказать, появилась год назад у меня, когда я просто проводила такие вечера, без благотворительности. Я говорю, столько мы людей собрали и так далее, да, вот можно же сюда еще. И когда я с Алисой познакомилась, она, кстати, у нас разница 10 лет, как бы она молодая, и тут поколение молодых, как бы зовут, а я более таких уже женщин. И получается, мы как бы совмещаем, чтобы разную категорию возраста приходили к нам женщины. Вчера были даже 55 лет. Кстати, ваша гость к нам пришла, вот, с которой мы с вами в студии, буквально они пересеклись, познакомились, и с полувзглядом, мне кажется, вы друг друга поняли, и даже посетили мероприятие, абсолютно верно. Кто еще был, расскажите, пожалуйста. Так, у нас... Какие меценаты? Были интерьер-дизайнер, нумеролог, это девушки, которые вообще переехали с Астаны в октябре. Поддержали все. Да, все поддержали, они хотели тоже какое-то хобби, куда-то влиться, поинтересоваться жизнью Ак-Тубе, и вот так получилось, что мы встретились друг с другом, им очень понравилось, они в огромном восторге. Сейчас Ордак говорит, что 10% от прибыли желательно, конечно, пускать на благотворительность. Вот я часто слышу, да, когда говорят нумерологи, вы нумеролог, Алиса – дизайнер одежды. Когда мы знакомились, разная сфера деятельности, но, тем не менее, вас объединила идея создать вот такой женский клуб. А Ордак мы уже познакомились, знаем. Алис, расскажите, как получилось, что вы стали дизайнером одежды, и если я правильно понимаю, у вас именно авторская работа, да? Да, очень всегда хотелось найти какие-то красивые спортивные костюмы, что такой спортшик, чтобы и в люди можно было, и куда-то на спорт, и на прогулку, и на свидание, и с подружками, ну, то есть такое что-то. И пришла идея именно делать пошив такой одежды. Авторская, потому что у нас мало хорошей одежды, качественной одежды в городе, все девочки пытаются заказать откуда, и вот я решила, что сделать такой уголок, где можно будет реализовать свои желания в одежде. Еще один представитель по нашей сегодняшней тематике. Сегодня, по идее, тема нашего эфира звучит как стиль мода и красота, потому что сезон наступает, скажем так, новый, зимний, но, тем не менее, холода пришли только сейчас, и только сейчас мы утепляемся, и как раз Алиса говорит о том, что да, у нас в городе очень мало такой именно одежды, и превосходная идея создавать такие вот вещи. Я думаю, что в вашем клубе будет побольше таких, чтобы было побольше таких творческих людей, чтобы вы процветали. Огромное вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Вас поздравляем еще раз с проведением первого мероприятия в вашем клубе, и чтобы оно было не последним, и всегда, чтобы у женщин горели глаза. Спасибо большое. Мы хотели вам подарки вручить. Спасибо вам большое. Вот такой сертификат от Бохемии. Вот, очень будем ждать вас. Это вот та самая одежда, про которую вы говорили. Спортивная. Только спортивная. Только спортивная, но она очень такая качественная, трикотажная. Вы сможете в любое место ее одеть. Нужно будет посмотреть. Спасибо огромное вам. Еще раз покажу, похвалюсь нашим телезрителям, чтобы наши телезрители знали, где можно приобрести такую вот одежду. Потому что спорт, на самом деле, сейчас это тоже один из... Это плодный. Это тоже, да. Это плодный, наверное, тренд, который будет всегда актуален. Спасибо огромное. Еще подарок от меня. Это сертификат на полную консультацию, который длится полтора часа. Десять нас сегодня закидали просто подарками. С утра причем. И набор карты мечты, чтобы ваши все мечты сбывались. Веря, хорошо, я передам вот так вот вам, если вы все это верите. Смотрите, как классно. Все упаковано. Это мне. Это вам. Да, это вам. Это ваш мечтный сбывание. Я не знаю, как у мужчин. Я бы хотел на мероприятие, на самом деле, попасть, но сейчас еще не было такого возможности. Огромное вам спасибо. Возможности не было, поскольку это женский клуб. Вот я жду теперь мужских клуб. Но, в принципе, благотворительность от мужчин-меценатов тоже приветствует. Да, приветствуется. Спасибо вам огромное. Ну что ж, уважаемые телезрители, на этом наша программа не завершается. Впереди еще немного времени у нас осталось. Ну а пока рекламный блог. Становитесь тройнее вместе с зеленым чаем Beta T-Fusion. Доказано, что зеленый чай способствует похудению. Выпивая одну-две чашки зеленого чая по утрам, вы стройнеете быстрее. Вкусно, полезно, легко. Зеленый чай Beta T-Fusion – ключ к вашей стройности. Ну что ж, дорогие телезрители, вот так за чашкой чая Beta, чай и чемпион с гостями. Время пролетело незаметно. Час эфирного времени и уже программа завершена. Но не расстраивайтесь. Буквально через пару дней в этой самой студии, на этом самом месте, вас встретят наши коллеги Дима и Жайна. И, конечно же, будут говорить на свою определенную тематику. Ну а если вы вдруг с цифрами не в ладах и вам, конечно же, захочется поскорее увидеть наших коллег, то за цифрами и за подсчетами, за бухгалтерией и за аудитом вам в профсервис Актубе. Здесь вам помогут упаковать даже бизнес, поэтому обращайтесь только к профессионалам. Их инстаграм-страница – страничка профсервис1. И также они расположены в микрорайоне Бат-С2. Кстати, будьте аккуратнее на дорогах, ведь в городе заканчиваются ремонтные работы, везде пробки и заторы. Но если случилось что-то непредвиденное, ваша дорога должна быть в Нордглаз, ведь там есть все для вашего автомобиля. Здесь есть бамперы, капоты, крылья, оптика, решетка, радиаторы и другие запчасти европейского качества. И это никогда не выйдет из моды. Раз уж мы сегодня говорили о моде и стиле. Все комплектующие Нордглаз Актубе находятся на автоярмарке. Вход номер 3, бутик 408, а также по проспекту 312-й стрелковой дивизии 24А. Ох уж эти мужчины, которые только и говорят об автомобилях. А мы, девушки, конечно же, радеем за чистоту своего дома и за собственной личной гигиеной, конечно же, ухаживаем. И в этом плане мне бы хотелось показать вам вот такое увлажняющее крем-мыло Милана с запахом, с ароматом яблока и корицы. Это грязь, кому мы, конечно же, доверяем в полной мере. Но здесь есть не только вот такие вот, вот такая продукция, но и есть все для того, чтобы ваш дом оставался чистым. Сейчас у меня в руках есть антизасор. Здесь быстрый результат, безопасно для труб, для всех видов стоков и труб. Убивает бактерии, растворяет волосы и жир. Посмотрите, какая прекрасная упаковка. И достаточно весомая, здесь почти около литра, если быть точной, 750 миллиграмм. Вот так вот. Ну что ж, друзья, на этом завершается наша передача. Мы желаем вам отличного дня и продуктивных выходных. И я, в свою очередь, хочу пожелать тебе, Берри, продуктивных выходных для того, чтобы следующую неделю встретить в бодрости, в активности и, конечно же, энергетически наполненным. Дорогие телезрители, сегодня говорили о стиле моде и красоте. Оставайтесь всегда стильными, модными. До скорых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»!